На этом здании пока еще нет адресной таблички, но именно здесь, на международной 67Г, будет располагаться кабинет врача общей практики. Это помещение сложно назвать офисом из-за его размеров. Здесь есть место и для гардероба, и для регистратуры, и для кабинетов, расположенных вдоль просторного коридора. Новое здание 22 января оценила комиссия из представителей администрации и управления здравоохранения. Дальше приемочные и процедурные кабинеты, они будут по часам воспользоваться для взрослых и детей. То есть, сначала, допустим, какие-то часы для детей, потом будут процедуры для взрослых. Здание нового медпункта, в принципе, готово к эксплуатации. Строители выполнили условия контракта. Весной останется только благоустроить территорию вокруг. Мы посмотрели, в каком состоянии находится это помещение. Готовность практически 100%, за исключением того, что здесь нужно поставить еще медицинское оборудование и документы оформить в собственность. И тогда, в ближайшие, назовем так, полтора-два месяца это помещение начнет работать. И это обеспечит всех жителей поселка Тугайков, поселка ремонтомеханического завода, в оказании первичной медицинской помощи. Программа строительства офиса врача общей практики, я считаю, что должна продолжаться, особенно на наших поселках, потому что у нас городской округ, поселков очень много. И в этом виде, либо в ином другом, мы будем это продолжать, либо реконструкция, либо строительство новых. Потому что, я это часто говорю, что поселок жив, когда есть там почта, здравпункт, школа, магазины. Деньги на строительство, это почти 14 миллионов рублей, были выделены из областного бюджета. Еще полтора миллиона потратили в прошлом году на закупку оборудования. Главная задача ближайшего будущего – оформить разрешительные документы и лицензию на оказание медицинской помощи в этом здании. Фактически здесь будет принимать врач общей практики, врач-терапевт, два участка, и, соответственно, врач-педиатр. Здесь будет ежедневно находиться порядка наших 10 сотрудников. То есть, это и медицинский регистратор, непосредственно нужно, талончик к врачу можно будет получить здесь и записаться на прием, соответственно, тоже здесь. Здесь будет организован смотровой кабинет, перевязочный, прививочный кабинет. То есть, весь тот табель оснащения, который необходим для офиса врача общей практики. Планируется, что здесь действительно будет осуществляться прием узких специалистов по графику. Ну, ориентировочно это хотя бы раз в неделю. То есть, узкие специалисты – это, в первую очередь, основные приоритетные специальности – врач-невролог, врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог. Забор крови и других биологических анализов будет осуществляться здесь же, что также упростит медицинское обслуживание населения. Отметим, что офис врача общей практики в поселке ремонтно-механического завода – это первый медпункт, построенный в Копейске за последние 20 лет.